Возникают неоткуда и исчезают бесследно. Самая большая волна – убийца на нефтяной платформе. Платформа Дропнер представляет собой комплекс, состоящий из вертикальных платформ Дропнер в Северном море. Он расположен в норвежском блоке в Северном море в 160 километрах от берега Норвегии. Комплекс состоит из семи подъемников и двух подъемных платформ, стоящих на глубине воды 70 метров и связанных мостом. Платформа Дропнер является ключевым узлом для мониторинга давления, объема и качества газовых потоков в морских газопроводах Норвегии. Дропнер был установлен в 1984 году как часть системы Статпита. В апреле 1985 года через платформу был подан первый газ. Дропнер был установлен в 1994 году как часть трубопровода Юропипа. На этой нефтяной платформе Дропнер впервые было зафиксировано самую большую волну 1 января 1995 года. Высота волны достигала 25 метров 60 сантиметров, ее так и прозвали «волна тропнера». Когда огромная волна наблюдалась и регистрировалась на нефтяной платформе, это было одно из первых надежных измерений необычной волны в океане. И на высоте 25 метров 60 сантиметров, она более чем в два раза превышала высоту окружающих ее волн. В дальнейшем для проведения исследований были задействованы космические спутники. И в течение трех недель было зафиксировано еще 25 гигантских волн во всем океанам в мире. Появившаяся волна, казалось бы, из ниоткуда, это плодотворное наблюдение положило начало многолетним исследованием возможных причин необычных океанских волн. Существуют различные теории, возможно, самая простая из которых состоит в том, что океанские волны случайны. И хотя необычные волны редки, они полностью предсказуемы. Другие теории предполагают, что при определенных условиях волны могут стать нестабильными, из-за чего маленькие волны перерастают в гораздо большие необычные волны. Необычные волны изучались с научной точки зрения в течение многих лет, но они не были концептуально связаны с рассказами моряков о встречах с гигантскими океанскими волнами-изгоями, поскольку последние считались научно неправдоподобными. С 19 века океанографы, метеорологи, инженеры и конструкторы судов использовали статистическую модель, известную как функция Гаусса, для прогнозирования высоты волны, исходя из предположения, что высоты волн в любом данном море тесно сгруппированы. Вокруг центрального значения, равного среднему значению наибольшей трети, известного как значимая высота волны. Модель предполагает, что в штормовом море со значительной высотой волны 12 метров никогда не будет волны выше 15 метров. Это предполагает, что одна из 30 метров действительно может произойти, но только раз в 10 тысяч лет, при высоте волны 12 метров. Это основное предположение было хорошо принято, хотя и было признано приблизительным. Использование гауссовой формы для моделирования волн было единственной основой практически каждого текста по этой теме за последние сто лет. Первая известная научная статья о волнах-причудах была написана профессором Лоуренсом Дрейпером в 1964 году. В этой статье, которая была описана как основополагающая статья, он задокументировал усилия Национального института океанографии в начале 1960-х годов по регистрации высота волны, и самая высокая волна, зарегистрированная в то время, составляла около 20 метров. Дрейпер также описал причудливые волновые дыры. Однако даже в середине 1990-х годов наиболее популярные тексты по океанографии, такие как текст Пири, не содержали никаких упоминаний о волнах-изгоях или волнах-опасностях. Даже после волны Драпнера 1995 года, в популярном тексте по океанографии Гросса упоминалось только о волнах-убийцах и просто говорилось, что при чрезвычайных обстоятельствах могут образовываться необычно большие волны, называемые волнами-убийцами, без каких-либо дополнительных подробностей. Волна Драпнера или волна Новый год была первая волна изгоев обнаружена с помощью измерительного прибора. Буровая установка была построена так, чтобы выдерживать расчетную волну 1 из 10 тысяч лет с прогнозируемой высотой 20 метров, и была оснащена самым современным набором датчиков, включая лазерный дальномер с волновым самописцем нижней стороны платформы. В 15 часов ровно 1 января 1995 года устройство зафиксировало волну-убийцу с максимальной высотой волны 25 метров 60 сантиметров. Пиковая высота над уровнем спокойной воды составляла 18 метров 50 сантиметров. Показания были подтверждены другими датчиками. Платформа получила незначительные повреждения. В этом районе значительная высота волны составляла примерно 12 метров. То есть волна Драпнера была более чем в два раза выше и круче, чем ее соседи, с характеристиками, которые выходили за рамки любой известной волновой модели. Волна вызвала огромный интерес в научном сообществе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...